Здравствуйте! В эфире программа Это вкусно И сегодня мы будем готовить традиционное азербайджанское блюдо под названием долма Да и вообще азербайджанская кухня очень многообразная Расскажет нам сегодня о ней и поделится своими секретными рецептами Сивинч Абдулаева Сивинч, здравствуйте! Здравствуйте! Сивинч работает переводчиком Знает пять языков Русский, азербайджанский, турецкий, английский и китайский Увлекается живописью и китайской каллиграфией Любит путешествовать и, конечно, готовить Вот расскажите, значит, сегодня мы будем с вами готовить блюдо под названием долма Что это за блюдо? Долма – это традиционное азербайджанское блюдо В переводе с азербайджанского, вообще с тюркского языка Оно означает, ну, первое значение у него есть – это как заворачивать И второе значение – это наполнять, заполнять То есть представляет он с собой фарш с сухой зеленью, также можно с свежей зеленью И начиняется виноградными листьями То есть вообще, получается, долма – это, можно сказать, то же самое, что наши голубцы, да? Да, похоже, есть также различные варианты долмы Могут быть приготовлены из овощей, из помидоров, из баклажанов Это называется бадамджан долмасы Из болгарского перца бибер долмасы Но сегодня мы будем с вами готовить классический вариант Это ярфах долмасы, то есть из виноградных листьев Долма из виноградных листьев Ну, давайте начнем с заготовления фарша Возьмем мясо, добавим к нему лук Затем рис Дальше мы добавляем сушеную няту Сколько ее у нас идет? Ну, я примерно так на глаз сыплю Чем больше будет от вреда от него не будет Тем вкуснее Да, тем будет она тянем Ну, столько хватит, я думаю И базилик сушеный Теперь мы добавляем масло 100 грамм приблизительно Теперь мы нарежем зелень свежую Можете взять порезать его Давайте, укроп, пепрушка И чуть-чуть лук Сергеевич, расскажите, а вообще Традиционная азербайджанская кухня Вот какая она? Что там предпочтительнее всего? Я знаю, что специи, да? Да, специи в основном И также баранина, говядина, рыба, овощи, фрукты, свежая зелень Так, зелень порезана Так, и можно добавить фарш В принципе, блюдо такое довольно-таки быстрое, да? Ну, заворачивать не быстро будет А так ингредиенты все Не научите, как правильно заворачивать Хорошо А так ингредиенты не сложные Так, добавили Теперь это все нужно Соль, перец еще раз Да, соль, перец Там по вкусу А теперь это нужно все размешать Можно руками Кому как удобно Да Семенович, еще раз существует у вас такой Традиционный старинный праздник Это на Рус-Байрам Да На Рус-Байрам История На Руза-Байрама Уходит вглубь веков Предки азербайджанцев Очень чтят традиции На Руза И они передаются из поколения в поколение А как вы отмечаете Вообще, это такой семейный праздник Он похож на Новый год, примерно Ну, можно сказать, что это Новый год Потому что На Рус-Байрам Он отмечается ежегодно в Азербайджане В 5 дней Включая 20 и 21 марта А какие блюда традиционно на столе В этот праздник И вообще, какие существуют традиции Обычаи интересные Ну, самое главное блюдо Это плов азербайджанский Это аш Ну, его интересно очень готовят азербайджанцы Потому что рис у нас готовится отдельно от начинки И потом подается только вместе Также долма Это обязательно идет Как горячее блюдо Различные сладости Это тоже обязательно На Рус-Байрам Есть такие традиционные сладости Как пахлава Пахлава Шакяр-Бура Падамбур Когал Праздник на Рус Он Насыщен символикой И эти все сладости Имеют свою символику Имеют свой смысл Допустим, как пахлава Это символ земли Атмосферы Шакяр-Бура Это символ луны Ну, в принципе, такой В форме полумесяца Когал Это символ солнца Ну, вообще Принято традиционно Отмечать его дома А затем уже После праздника Ходить в гости Друг другу Угощать друг друга Сладостями Принято В этот праздник Нау-Рус Высаживать Саманы Саманы Это Такая традиционная Пшеница Выращена На Тарелке Она получается Такая в форме Травы И его Красной лентой Обвязывают Праздничной Чтоб красиво смотрелось А сам Пшеница В Азербайджане Это символ Плодородия Достатка Парш у нас Значит готов Теперь мы можем Можем приступать К виноградным листьям Вот я покажу Как Мы Предварительно Их промыли В холодной Проточной воде Чтобы избавиться От лишней соли Вот мы так И раскрываем их Так И теперь мы должны Вставить в фарш Ну я вот беру руками Смотрите мне на глаз Ну так это где-то Чайная ложка Может чуть больше Фарша Давайте я буду повторять Повторять Слами сразу Так Ну можно заворачивать Его на руках Либо можно заворачивать На столе прямо Ну мне удобно На руках Если руки вдруг устали Можно вторым способом Заворачивать Это на столе Теперь мы заливаем Его холодной водой Вода должна Чуть-чуть Прикрывать долму Слишком много воды Не надо И накрываем обязательно Тарелочкой Сверху Наше блюдо Это служит Она послужит нам Прессом Иначе при варке Долма может раскрутиться Его нужно варить Сейчас на Среднем огне После вскипания Да Мы должны Поставить нам Медленный огонь И так он должен Томиться Где-то 40 минут Пока у нас Долмой готовится Мы займемся Приготовлением Нашего соуса Ну он очень просто Легко готовится Нам нужна Сметана И 2-3 зубчика чеснока Выдавить через чеснокодавку Ну вот у нас все готово Давайте есть и пить чай Азербайджанцы очень любят пить чай Крепкий, чтобы был Насыщенный Черный И пьют его в специальных стаканчиках Называется это Армуды стаканы Армуд Это груша Переводится из азербайджанского языка То есть это стакан Грушевидной формы Как мы видим В верхней части Она широкая Значит в верхней части Быстро остывает чай А в нижней части Чай остывает Ну дольше Остается горячим Там где узкая часть Это середина Происходит смещение температуры И тем самым В таком стакане Всегда чай Сохраняет оптимальную температуру Для питья Не остывает Быстро Ну что Давай пробовать Давайте Что у нас получилось Так можно Выглядит очень аппетитно Пахнет тоже Это вкусно Дорогие телезрители Обязательно попробуйте Приготовить традиционное Азербайджанское блюдо Под названием Долма У себя дома Я гарантирую Вам обязательно понравится Всем приятного аппетита А Севинч приятного аппетита Пожелает вам На пяти языках Которые он узнает Приятного аппетита До встречи Для приготовления долмы Нам понадобится Говяжий фарш Репчатый лук Рис круглозерный Свежая зелень Сушеная мятая базилик Масло Сливочное Виноградные листья Соль Перец По вкусу Для приготовления соуса Нужны сметана И чеснок Редактор субтитров А.Семкин